Документофильм Виторио де Сико, Софи Лорен, Марчелло Мастрояне, Джорджо Санна, Майкл Симоне и другие Документофильм Оператор Альдо Джордани Композитор Алессандро Чиканьини Продюсер Джузеппе Бордонии Режиссер Алессандро Блазетти Режиссер Алессандро Блазетти Режиссер Алессандро Блазетти Паоло! Привет, Паоло! Вот ты где! Новая машина? Привет! Мы к морю! А я уже поработал! Ну да, уже одиннадцать! Давай с нами! Поплавай! Нет! Едем, сеньор Паоло! Едем! Надо работать, платить за машину! Не трей сильно! А то краску сотрешь, не успев все выплатить! Ну, до вечера! Пока! Ужинаешь с нами? Да! Не заплывайте за буйки! Пока, Паоло! Такси! Вы свободны? Да! Вон автобус! Послушайте! Я уже включил счетчик! Кто заплатит? Мы! Да? Итак, уберите ногу! Машина новая! Мои туфли тоже новые! А я на них не наезжаю! Простите! И вы простите! Хотим уехать далеко-далеко, ближе к Ансоу! В Сосновый лес! В Лавинио! Да! Платим по счетчику или твердую сумму? Смотря во сколько хотите назад! Кто знает! Когда устанем? Тогда по счетчику! Сколько выйдет? Так! 50 километров, если не больше! Плюс 50, 100, 2 часа стоянки! Дам 8 тысяч лир и точка! 8 тысяч до 5 часов, дальше по счетчику! Ладно! Договорились! Поехали! Я буду спать! Спи, когда надо, разбужу! Нет, я сам решу, когда проснуться! Пересядь вперед, жарко! Нет, хочу с тобой! Угу! А наш друг, как его, забыли к нему заехать! Простите, поезжайте через Сан-Пьетро, потом скажем, куда! Ладно! Бинго, 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 бонго! Жизнь прекрасна только в Конго! Бинго, бонго, бинго, бам! Лучше я останусь там! Сюда! Это здесь! Что вы хотели? Откиньте переднее сиденье. Конечно. Да, но я сильно занят, а тачку надо будет обработать. Займись с нами без очереди. Ладно, везите, посмотрю. Но покрышек мне не надо. С ними разберёмся сами. Семь штук. Классные. Оставьте себе. Когда привезём, дашь аванс? Сто тысяч. А потом? Потом ещё немного. Когда привезёте? Часа через два. Идёт? Идёт. Бинго, 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 бонго. Я хочу поехать в Конго. Бинго, бонго, бинго, бам. Нет, я не останусь там. Эй, это что за новости? Здесь мне прохладно. Да? Иди назад. Сюда сядет он. Твой друг не едет? Нет, довольно. Всё в порядке. Бинго, 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 бонго. Хорошо живётся в Конго. Давайте искупаемся в стиле прекрасной морячки. То есть? Не на пляже, в диком месте. В чём мать родила? Я за. Сэкономим на платье за раздевалку. Да я и плавки забыл. А если б на пляж? Взял бы напрокат. Фу. Почему? Мне нравится моё. Чужое нет? Только моё. Разве это сумка твоя? Нет, я не останусь там. Это сумка Амалии. Она мне не нравилась. Теперь она моя и нравится. Бинго, 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 бонго. Хорошо живётся в Конго. Бинго, бинго, бинго. Бинго, бинго, бинго. Бинго, бинго. Эй, море. Смотрите, какое море. Класс. В чём мать родила? Согласен. Лина, ты тоже? Сниму платье и всё. Сверните влево, на грунтовую дорогу. Да? Ремонт машины за ваш счёт. Ладно. Но вы просто поезжайте медленно и аккуратно. Чёрт. Классное будет купание. Какое море, ребята. Класс. Стойте. Здесь. Здесь. Нет, лучше в тени. Я думал, там вам удобнее развернуться. Не волнуйтесь, как развернуться решаю я. Ну, конечно, всё решает он. А если он захочет есть? Не беспокойтесь за меня. Потом поедем обедать. Да. Вы не окунётесь? Такая жара. Нет, спасибо, мне и здесь хорошо. Вот раздевалка, разоблачайтесь, синьорина. Сначала ты. Давайте с нами. Вы не помешайте. Без формальностей. Правда, Лина? Конечно. Нам нужна свобода. Орешек. Ещё, смотрите. Сколько их? Оп-ля, оп-ля, оп-ля. Ты же хотел совсем раздеться. После тебя. Давай, раздевайся. Нет. Куда спешить? И знаете что? Я уже сейчас хочу есть. Пойдём купим чего-нибудь. Я пойду с ним. Купишь ерунду. Скажите, что надо, я съезжу, куплю. Нет, мы сбегаем на пляж. Бегать полезно. Выберем, что хотим. Присмотрите за одеждой. Спасибо. У тебя деньги есть? Есть. Пошли, Лина. Пошли. Нет. Мы быстро, скоро вернёмся. Бинго-бинго-бинго-бонго. Хорошо живётся в Конго. Бинго-бонго-бинго-бам. Лучше не останусь там. Я останусь тут. Бинго-бинго-бинго-бонго. Хорошо живётся в Конго. Бинго-бонго-бинго-бам. Лучше не останусь там. Бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-бинго-б Снимите туфли, а то в них набьется песок. Вы не видите, ребят? Они дошли до пляжа, они далеко-предалеко, но отсюда их еще видно. Смешно смотреть на вас, полностью одетого. Снимите хотя бы свой смешной халат. Ну вот, отлично. Вы загорелый, значит, все же бываете на пляже. Надо же, как странно. Вода совершенно зеленая. Зеленая-призеленая. Но вы правы, лежать здесь на солнце лучше. Нужна подушка. Вот, подложите это под голову. Будет низко. Нет, смотрите, очень удобно. Можно лечь вот так. О, подушкой будете вы. Простите, но это то, что надо. Хотите, принесу подушку из машины. Зачем? Вам со мной плохо? Нет, но я не подушка. То есть? Вы не поняли? Нет. Как вы не поймете, я мужчина. Да? А что такого особенного в мужчинах? Синерина, вы приехали с друзьями. Я порядочный человек. Когда вы говорите, у вас движется живот, и у меня забавные ощущения. Жена вам этого не говорила? Какая жена? Я холостяк. А как же кольцо? Кольцо? Обручальное носят не на этой руке, а на той. Я ношу кольцо моей мамы. Все же принесу вам подушку. Нет, не двигайтесь. Мне так хорошо. Вы всегда его носите? Это все, что мне осталось от родных. Были дед, бабушка, сестра бабушки, отец, мать, четверо братьев. И что? Нас бомбили. Никого не осталось. Вот так номер. Никого. Но невеста у вас есть в ваши годы? О, Боже. Есть друзья, приятели. Но это не то. Сигнализация. Что случилось? Машина. Машина гудит сама. Противоугонная сигнализация. Воры. Сволочи. Негодяи. Подонки. Я вам сейчас задам. В чем дело? Мы ни в чем не виноваты. Хотели съездить за едой. Я вам покажу еду. Отлип к нашей подружке. Гады угнать хотели. Стой. Черт. Подонки. Хотели угнать машину, да? Я вам покажу, гады. Покажу. Ты лип к нашей подружке. Я видел. Ты лип к ней. Вот тебе. Гад. Черт побери. Из-за вас я повредил машину. Не двигайся. А то позову полицию. Стой, где стоишь. Убери от него руки, понял? Пошел вон, вонючка. Бежим. Бежим. Куда же вы? Я вас искалечу, если поймаю. Твари. Ублюдки. Сволочи. Ну, я вам покажу. Я вас... Черт, колючка. Еще и это. Что они хотели? Подонки. Угнать машину? Да. Это сразу было ясно. Негодяи. Негодяи! О, боже. А вы что молчите? Зовите на помощь. Помогите! Воры! Ну, погодите, я вас поймаю. Надо поспешить. Уголовники. Как я сразу не сообразил. Это же было видно по всем трем рожам. Эй, выбирайте выражения. Я не имею с ними ничего общего. Неужели? Вы не были с ними в сговоре? Нет? В каком еще сговоре? Объясните. Я тебе что-то должен объяснять? Не тыкайте мне. Думаешь, я дурак? Тогда и я буду тыкать. Я сейчас же накажу этих гадов. Отвезу тебя в полицию, сообщишь их имена и адреса. Чьи? Для начала свои. Ты главная преступница, я понял. Из-за них ударил по машине. Расскажешь все про дружков. Что я знаю? Мне известно про них не больше, чем тебе. Да? Поздравляю. Поехали. Зеркало нужно, чтобы следить за дорогой. Бинго-бинго, бинго-бонго. Пой, пой. Посидишь в тюрьме, перестанешь веселиться. Думаешь, я знаю этих типов? Нет. Значит, ты дурак. Я сказала, что не знаю их. Черт. Я собралась на пляж. Подошли они. Синьорина, хотите к морю? Я говорю, да. Они едем вместе. Я говорю, с незнакомыми не езжу. Черт. Тот, что выше, спросил, есть машина. Я ответила, будь у меня машина, не ждала бы автобус. Они говорят, мы доставим вас в машине. И мы сели в твое такси. Они обращались к тебе на ты. Не только они со мной на ты, но кое-кто еще. Слушай, я сразу понял, ты не из порядочных. Я подумал, она едет с первым, кого встретила на улице. Он был не один, их двое. Есть разница. Да что ты. С тобой трое. Что бы они мне сделали? Я хотела купаться. Заплатишь за проезд 8 тысяч. Еще за ремонт машины. Я? С какой стати? К морю меня пригласили они. Обратно меня везешь ты, чтобы сдать в полицию, и я еду. Потрясающе. А ты сильный. Да уж. Послушай. Что? Давай искупаемся вдвоем. Да ты пошляк. За кого ты меня принимаешь? Иди ко мне. Эй, я позову на помощь. Я разрешила быть со мной на ты, и ты решила, что можно ко мне приставать. Я сдам тебя в полицию. И не злись. Это я должна злиться. Да? Разве машина твоя? Я два года копил, чтобы купить от нее долю. Проезд запрещен. Свясти, свясти, мне плевать. Посчитаем все в полиции. Пошли, давай. Ты мне надоел. Ты псих. Эй, ты. А ну вернись. Куда? Вернись сейчас же. Извините, я здесь на минуту. Сейчас уеду. Предъявите права и лицензию. Сейчас уеду. Уберите машину сейчас же. Я бежал за воровкой. Почему не остановились? Я свистел. Арестуйте ее, она воровка. Арестуйте. Вы что, псих? Да, я псих. Освободите проезд. Немедленно. Уезжайте сейчас же. Вы создали пробку. Уезжайте. Они вошли в этот подъезд. Я был на всех этажах. Ваш верхний. Сюда никто не входил. Никто не искал. Здесь только я. И я уже давно не мечтаю ездить на море. Ясно. Что он хотел? Ищет двух парней, которые хотели угнать его машину. Мастер, мастер, послушайте, я же хорошо вам объяснил. Вот, видите, какое несчастье. Если бы это случилось на вокзале в толпе, что произошло бы? Я говорил, вы не слушали. Ничего не поделаешь. Надо все выбросить. То есть, нужны новая пружина, скоба, крючок, все детали. А нельзя подновить эту пружину? Ну, можно, но это выброшенные деньги. Да. Потратьтесь на новую и забудете о проблеме. Поставлю немецкую пружину прослужить дольше самого баула. Добрый день. Простите, можно вас на пару слов? Да. Мне нужна информация. Вы знаете двух парней. Один высокий, как я. Брюнет. Другой пониже. Блондин в очках. Они были вместе. Им лет по 20. В американских штанах? С длинными кудрями? Да. В черно-белых туфлях? Да, знаете их? Нет. Они все такие, представители нового поколения. Их везде полно. Можно увидеть немецкую пружину. Не бойтесь, он из честных. Черт, где же их искать? Неприятности? Да, хотели угнать мою машину, но со мной такой номер не пройдет. У вас такси? Да, новая. Они психи. Как можно в наши дни угонять машины? Это можно было делать в 44-м, 45-м, 46-м, да? Даже в 49-м. Но сейчас, когда перевооружили полицию, машину не угнать. Там у вас есть радио? Нет. Дилетанты. Просто дилетанты. Плоды войны. Обожженное поколение. Совершаю действия без необходимости, лишь бы сделать без умения, без техники. Сколько стоит? Новое? 3000 лир. 3000 за пружину? За пружину, скобу, крючок и работу. Как же выросли цены? Так вы их не знаете? С такими не общаюсь, мне их жаль. Они опаснее для самих себя, чем для других. А если их поймаете? Посажу, пусть учатся. Чему? Воровать грамотно? Обожженное поколение. Они любят работать, не хотят всерьез учиться, верят все еще в черный рынок, в авантюры. А жизнь – это труд. Да, упорный труд, ежедневный, тяжкий. Ладно, 3000, но сделайте к утру. К десяти? Да, пока. Я все же первым делом заявлю на них в полицию. Гербовый лист стоит 100 лир. Купите его сразу. Гербовый лист – 100 лир? Ну, чтобы написать заявление. Это нормально. Желаю успеха. Пачку сигарет. Дайте гербовый лист за 100 лир. Клуб Латсу опозорился. Мы не выйдем из группы «Б». Точно. Дай мне сигарету. Гербовый лист за 100 лир? Вам гербовый лист? И сигареты национальные, мягкие. До свидания. До свидания. До свидания. Хорошо. Конечно. 5000 лир? 5000 – благодаря мне. Иначе ремонт стоил бы все 10. Где мне взять деньги? Надо же. Машина совсем новая. Надо потом отшлифовать. Не зли меня. Уйди. Исчезни. Заявление взяли? Да. Как ты так влип? С ума сойти. У этих гадов никакой ответственности. Да. Гады. Они могли быть убийцами, не только ворами. Подонки. Твари. Сволочи. Вот они кто. Пять тысяч лир заплатишь ты. Чёртов ремонт. Это она. Послушайте. Туда нельзя. Вы правы. Проезд закрыт. Но мне надо срочно. Нельзя. Уезжайте. Уезжайте. Ладно, ладно. Ладно. Ты что, псих? Хороший удар. Видели, как он тормознул? Стой. Иди сюда. Десять дней тебя ищу. Теперь не уйдёшь. Вы обознались. Нет, в этот раз не сбежишь. Что вы натворили? Что вы устроили? Да вы снесли мне бампер. Потому что вы ездите как псих. Есть свидетели. Все видели, что вы резко тормознули. Все? Тормознул, чтобы не сбить человека. Да. Он спасся чудом. Откуда знаете? Видела. Он просил меня быть свидетелем. Он тормознул, чтобы поговорить с ней. Я отлично видел. Да. А вы разве не говорите со своими свидетелями? Хватит болтать. Вы бросили машину посреди улицы. Ваши права. Да, терзайте меня. Кто работает, вечно виноват. Кто гуляет, невинный. Я не гуляю. Работаю больше вас. Я служу в банке полдень. Полдень уже был. Вам давно пора в свой банк? Не смешно. Ущерба платите вы. У меня полно свидетелей. Я записал номер. Играйте с ним в лото. Добавьте ещё размер сорочки и размер туфель. Держите. Спасибо. Что дальше? Дальше у меня отличный день. Садись в машину. Живо. Спасибо вам. И вам спасибо. Такси? Стойте. Такси. Стоп. Ты куда? Мне к Колизею. Можно? Конечно. Можно быть вежливее с клиентами. Давай обратно. Живо. Простите, куда вы меня везёте? В полицию. После Колизея. Где ваша благодарность? За что? Я ради вас соврала. Бедняжка. Ей пришлось соврать. Ужас. Колизей, пожалуйста. Да, Колизей. All right, all right. You speak English? Чуть-чуть. Wonderful. Кто учил тебя английскому? С американцами водилась? Ни с кем не водилась. Английскому училась у отца. Он работал в Лондоне. У тебя есть отец? Да. Живёшь с ним? Да, в нашем доме. Незаконные постройки? Из ворованных кирпичей? Три комнаты, кухня, балкон. Тебе такая квартира и не снилась. Площадь Колонетта 35А. Площадь Колонетта 35А. Ясно. Простите, это форум? Да, форум Трояна. Да, императорские форумы. Это форум Трояна, архитектор Аполлодор Дамаский. А там базилика Упия и рынки Трояна. Чудесно. Иес. Что ты несёшь? Ты ничего не знаешь. Это то, чем восхищался Джордж. Но в путеводителе написано «форум Цезаря». Да? Она ни черта не знает. Читайте лучше путеводитель. В нём ошибка. Форум Цезаря рядом с храмом Венеры. Дурак. Повтори. Дурак. Чёрт. А это что? Базилика Максенция. А вот и Колизей. Колизей. Говоришь по-английски? Угу. Спасибо. Сколько? Тысяча лир? Давай тысячу. Нет, сэр, пятьсот. На счётчике только пятьсот. Тебе что за дело? Молчи, тебя слышат. Вы очень любезны. Берите всё. Гудбай. Видишь, честность приносит прибыль. Скажи спасибо господам. Вам нужен гид, сэр? Вы гид? Это моя работа. Им нужен гид. Стой. Ты куда? Проведу экскурсию и вернусь. Нет, нет. Простите, простите. Поехали. Сори. Я тоже понимаю английский. Каков грубиян. Он ревнует. Идём, дорогая. Не могу терять время, у меня работа. Да? Смотри, что из-за тебя с машиной. Смотри. Видишь? Ущерб? Восемь тысяч лир. Дай мне пять тысяч. Остальное добавлю, и дело с концом. Пять тысяч лир? Откуда? Их могли дать твои дружки, но ты их не знаешь. А ты шутник. Ладно, я их знаю. Вот видишь? Знаю одного из них. Он был со мной сегодня. Жаль, ты не такой, как он. Ну, конечно. Да, это мальчик-мажор. Из хорошей семьи. Из очень хорошей. Умной. Учился на коммерсанта. Результат классный. Точно. И я его люблю. Вот как. Да. Выйди за него. Какой ты умный. Он мой брат. Кто? Он? Да, не веришь? Проверь. Приди ко мне домой. Вот они. Вот они. Последствия войны. Обожженное поколение. Отсутствие принципов. Они все еще верят в авантюры, в черный рынок. А ведь жизнь – это ежедневный труд. Упорный, тяжелый. Я могла сказать тебе это сразу, но не хотела, чтобы мой отец все узнал. Он уже не молод, он художник. Расстроить старика – все равно, что ударить ребенка. По-твоему, я не права, что не хочу огорчать отца? Я так не сказал. Это плохо, что я люблю отца. Причем тут это? Хорошо, что любишь. Был бы жив мой отец. Ты добрый, я знала. Спасибо. Пока. Нет, нет, никаких пока. Иди сюда. Куда едем? К тебе домой. Площадь Колонеты 35А. После того, что я сказала? Именно поэтому поговорю с твоим отцом. Ничего не понимаешь. Иначе твой братец рано или поздно попадет в тюрьму. Да и ты вместе с ним. Ты этого хочешь, да? Бей, бей! Давай, бей сильней! Отлично! Молодец, бей еще! Молодец! Большое спасибо. Эй, Брунетто! Спасибо. Что? Смотрите вдвоем за этой машиной. Хорошо. Идем. Буду ее охранять. Видал, какие колеса? Ерунда! Их легко проткнуть! Это вещь отца. Обожаю чемоданы. Ты сказал, он художник. И путешественник. Кто там? Я, папа. Идем. Папа? Да. С тобой хотят говорить. Кто? Добрый день. Добрый день. Мы знакомы? Вряд ли. Лина, угадай, что это радио или кинопроектор. Механизм электрический. Это ясно. Внутри крутятся валики. Разбираетесь? Не очень. Да. Загадка. Загадка из мира механики. Где мы с вами виделись? Не знаю, но уверен, что мы где-то встречались. Но это не важно. Я... Я вот что хотел вам сказать. Где вы служили? В разных местах. Был на войне. Я тоже. Но на первой. Ну да. Так вот... Да, ваше лицо мне знакомо. Мы виделись... Да. Мы виделись на скачках. Да. Нет. Ну, не важно. Кофе хотите? Да? Да, да. Сейчас сварю. Сейчас. Нет, нет, мама. С вари ты, Лина. Я хочу знать, что это такое. Смотрите, длинный провод. Но на конце не штепсель, он не для розетки. Тебе сахар подам отдельно, ладно? Что же это за штука? Да, дорогая, спасибо. Какая жара. Ужас, синьора. А вот это что такое? Жарко, мама? Невыносимо. Станет легче. В газетах пишут, к нам идет циклон из Франции. Я тоже читал. Да, отлично. Так вы интересуетесь кожей, чемоданами? Я? Сумками? Нет, я вам хотел сказать, что... Папа? Что? Можно тебя на два слова? Подержите, положите. Вы верите, что придет циклон из Франции? Папа? Что хочет этот парень? Где вы познакомились? Я знакома с ним сто лет. Говорила тебе о нем. Помнишь? Нет. Работает с Тото. Я против некоторых знакомств. Знаю. Хорошо сварила? Да. Он из тех, кто ухаживал за мной. Я ему отказала. Сто раз отказала. Он не смирился. Продолжал ухаживать. Только выйду из дома. Он тут, как тут. Наконец, чтобы испугать его, я сказала, мой отец... Нет. Чтобы испугать его, я сказала, мой брат разобьет тебе морду, если встретит. И он успокоился. А потом? А потом? Сегодня я его опять встретила. Он был очень вежлив. Я спросила, как дела? Он ответил, чувства прошли. Решил проводить меня до дома. Мне ужасно жали туфли, и я согласилась. Но зачем он здесь? Когда мы пришли, я из вежливости предложила ему подняться к нам. Послушайте, я, кажется, понял, что это. Идите сюда. Я нажал на кнопку, и валики стали вращаться в другую сторону. Идите, взгляните. Жарко, мама? Невыносимо. Станет легче. В газетах пишут... Слышите? К нам придет циклон из Франции. Да, я тоже читал. Да? Это мы. Это... Господи, как он называется? Его ставят на площади, когда кто-то выступает. Микрофон. А это магнитофон. Видите? Да. Вот. Так он выключается. Так. Так включается. Так идет запись. Так можно слушать. Ясно. Кнопка стоп. Вот кнопка запись. Да. Я включил. Говорите. Говорите. Ваша мама заснула. Не хочу будить. Брось, она спит все время. Кофе. Лина, сюда. Кофе? Говори в микрофон. Пой. Что петь? Пой. Бинго-бинго-бинго-бонго. Хорошо живется в Конго. Бинго-бонго-бинго-бам. Лучше я останусь там. Чудесный прибор. Вы принесли мне удачу. Я рад, что приношу ее другим. А мне самому пока не везет. Сколько стоит прибор? Что? Это случайность. Меня больше привлек футляр, его цвет. Вы верите в цвета? Кофе вкусный? Очень. Похож на то, что варила моя мама. Какой кофе варила мама? Линов это мастер. И в других делах умница. Умеет готовить, стирать, гладить. Мы воспитали ее идеальной хозяйкой. Она просто чудо. Бинго-бинго-бинго-бонго. Великолепно. Браво, браво. Когда вы вошли, я почувствовал удачу. Ее сразу чувствуешь. Я ощутил как бы прилив чего-то хорошего. Чем занимаетесь? Шофер такси. Отличное занятие. Через вас проходит столько людей. Спешащих, рассеянных, туристов с кучей чемоданов. Я вам просто завидую. Что вы, это неприбыльная работа. Можно? Прошу. Это норвежские тапочки. Да. Спасибо, милая. Если не секрет, какой ваш доход? Смотря когда. Есть удачные дни, есть не очень. Не спрашиваю, любите ли вы уют. Вижу, что да. Но я к вам пришел вот почему. Для меня дом – это остров в безумном мире. Это моя гавань. Парва седакта михи. Знаете латынь? Я? Латынь? Ну, не важно. Мертвый язык. Важно знать современные. Какие знаете? Никаких. Отлично, так лучше. Вот мое жилище. Маленькое, но в нем есть все. Ну да. Много воздуха, дивный вид. Виденхолм, Джани, Коло, река Тибр. Тюрьма. Папа. Моя семья не выносит вида тюрьмы. Не понимаю. Во мне ее вид вызывает чувство покоя, надежности. Иногда открываю окно, смотрю, убеждаюсь, что тюрьма на месте и дышу спокойней. Беда была бы, если бы изменил точку обзора. Вы поняли? Если бы видел мой дом из тюрьмы. А так это символ. Тюрьма и мой дом, между ними река. Символ и предостережение. Не, простите, что ты остался сентиментальным. Почему? Вы славный парень. Спасибо. Это я должен благодарить вас за то, что познакомились с нами, стариками. Сегодняшние молодые эгоисты бросают нас от них, делают свои дела. Мы на острове. На острове. Вы что, психи? Запасное коресо. Три тысячи лир. Уходите, быстро. Быстро, быстро. Поставьте на место и сообщите мне, ясно? Я свистну вот так. Проваливай. Синьор Стропьяни, я ухожу. Приятно было познакомиться с таким достойным человеком, как вы. Сегодня это редкость. Хотел вам кое-что сказать, но... Что? Да так, не важно. Уже уходишь? Побудь еще. Да, останьтесь. Выпьем по рюмочке ликера. После кофе он кстати. Не хочу мешать, подробнее изучим работу магнитофона. И мне налейте ликера. И тебе, и тебе, мама. И тебе, и тебе. Сколько может стоить эта штука? Ну... Дай сюда, скорей. Я подержу. Не хватает одной гайки. У вас тут столько всего. Я собиратель. Это мания. Я не только про чемоданы. У вас много вещей. Богатый дом. Интересно? Идемте. Смотрите. Вот туалетные принадлежности. Несесеры, пледы, покрывало. И шерсти аргентинских гуанако. Гуанако? До свидания. Что? Я провожу тебя. То есть? Папа Паулу должен работать. Из-за нас он и так потерял время, правда? Да. До свидания. До свидания, сеньора. Мама. Что? Буду нужен, звоните в гараж Сан-Теодоро. Ладно. До свидания, спасибо. До свидания. До свидания. Держитесь. Ну, довольна? Гараж Сан-Теодоро. Встретимся там сегодня вечером. Придешь ко мне? Сходим в кино. Ты спятил. Не трогай щекотно. Иди, иди. Пока. Пока. Что хотел этот тип? Я между делом тихонько стащила его бумажник. Мама. Сколько можно повторять? Карманные кражи – это низкое. Тысяча лир. Я думала, таксисты зарабатывают больше. Эй, детишки, вы что творите? А ну, убирайтесь. Машина новая? Новая. Но тут вмятина. Сейчас сделаю вмятину тебе. Смотрите. У вас выпал бумажник. Ну, надо же. Спасибо. Слава Богу. У меня в нем права. Счастье, что его нашли вы. В доме стропья не прячут, но не воруют. Вспомнил. Вспомнил, где мы виделись. Где? Дни десять назад у вас пытались украсть машину. Да, мы виделись у механика, точно. Слушайте. Что? Слушайте. Это судьба. Я ничего не хотел вам говорить, но человек, который вам дорог, я хотел сказать, что... Я хотел... Ваш сын, ваш старший сын. Брунетто? Да, наверное, Брунетто. Я не заявлю на него в полицию, но предупреждаю. Моему старшему сыну Брунетто девять, он в четвертом классе. Нет, там у двадцать, можно больше. С ним был дружок. Они взяли с собой вашу дочь. Хотели угнать мою машину. В прошлое воскресенье. Ах ты, мерзавка. Я так и знал. Это она. Она... Лугунья. Каналия. Я убью тебя. Убью! Убью, так и знай. Ай. Кто он? Кого ты выдавала за брата? Это был Тото? Уверен, это он. Разве у меня нет брата? О, Боже. Папа, мы сходим с ума. Разве у меня нет брата? У меня их двое, так? А этот? Фортунато я сейчас. Этот еще один. Лишний. Хватит, хватит. Хватит. Хочу знать, что ты натворила, или я убью тебя. Нет, нет, нет. Посажу. Спокойно. За решетку. Можно? Ты мне противен. Да? Я? Да. Ты мне противен. Понятно? Кто и что тебе сделал? Не выношу бесполезных разговоров. Первое. Угнали у тебя машину? Что? Ведь нет. Потому что не удалось. Сейчас говорю я, потом ты. Дай мне говорить, а то разозлюсь. Вот как. Первое. У тебя ничего не украли, а ты мучаешь людей. Второе. Ты решил, что у меня нет брата, а у меня их целых два. Ты же мне сказала, что... Дай говорить. Хочу быть точной. Всего лишь быть точной. Конечно. У меня братьев вдвое. Так вот, молчи. Зовут моего брата Брунетто или то, то неважно. Важно, что будь он моим братом, ты не заявил бы на него. А раз он не брат, заявишь. Но... Дай закончить. Если бы у тебя кто-то что-то украл, ты бы заявил, неважно, брат он или нет. Но никто ничего не украл, а ты хочешь быть героем. Говоришь, раз он твой брат, я на него не заявлю. Что это за мораль? Да, ты мне противен. Первое, ты врун. Второе, ты хвостун. Есть что сказать? Говори. Вы слышали? Слышал, слышал, слышал. Слышал, да. Лина выбирает себе не тех друзей, это так. Но рассуждает логично. Доченька, ты меня убедила. Да? Идем, закончу с фортунато, будем есть. Ладно. Сколько поездов придет на вокзал термине? Бинго, бинго, бонго. На вокзал Остиенцы два скорых. Надо туда, для разнообразия. У меня были мать, отец, дед, бабушка, сестра бабушки, четверо братьев. Ты говорил. Когда они говорили все вместе, моя голова не болела так, как от тебя одной. Исчезни. Останешься хоть на минуту, и я стану убийцей. И чтобы я тебя больше не видел. Даже на фотографии. Кому ты нужен? Кто будет тебя искать? Я тебя искала? Скажи честно раз в жизни. Один раз. Скажи, черт возьми. Еще и ругаешься. О, Господи. Я ей противен. Какое горе. Трещит, как пулемет. Может, кто-то истерпел бы это. Но только не я. Прощай. Все кончено. Точка. Сколько километров? 740. Что ты сделал с машиной? Что ты с ней сделал? Чего тебе? Отстань. Я такой злой, что могу укусить. Ты все разбил, все сломал. Не машина, игрушка. Вот зажигание, вы умница. Именно такая машина нужна элегантной даме вроде вас. Синерина, это просто драгоценность. Смотрите, машина красотка, как и вы. Стоит 200 тысяч лир. Не так уж и дорого. Конечно. Да. Привет. Уйди. Мы же идем в кино? Я сказал, уйди. Других очаровывай. Здесь тебе нечего делать. Почему? Нельзя поболтать с твоими друзьями? Да, мы болтали. Что тут плохого? Не лезь. Не смей так обращаться с дамой. Ревнуешь? Не имеешь права. Кто ревнует? Ты? Что ты им рассказала? Ничего. Я не виновата, что люди, когда видят нас вместе, думают, что мы... Что думают люди? Что? Паула, если не прекратишь, дам в морду. Обалдеть. Нет, виновата я. Надо было сразу сказать, зачем я здесь. Я принесла 5 тысяч лир на ремонт машины. Что? Это тебе от папы. До свидания. До свидания. До свидания. Прошу прощения за него. Простите его, он полупсих. Чего вы лезете? Знаете, кто она? Мы знаем, кто ты. Ты взял у неё деньги. Что это значит? 5 тысяч. Как я мог взять у неё деньги? Эй, Лина, стой. Вернись. Вернись. Остановись. Мне от тебя ничего не нужно. Ничего. Хочу одного. Больше тебя не видеть. Иначе, чёрт возьми, отправлю тебя в тюрьму. Или ты меня отправишь. Вот, держи. Да, конечно. Что ты сказала? Что ты прав, когда так меня унижаешь. Никто тебя не унижает. Нет. Да. Я знаю, что ты думаешь. Знаю, какова моя судьба. Прощай. Что это значит? Оставь меня, уйди. Так лучше для тебя. Нет, нет, нет. Раз начала говорить, договаривай. Какова твоя судьба? Такие женщины, как я, попадают на панель. Порой проводят ночь на нарах. Пока они молоды, им кто-то помогает, платит. Позже они продают себя за гроши в портах. В каких портах? Что за бред? О чём ты? Их высылают на родину из Парижа, опухшими от алкоголя и наркотиков. Какие наркотики? Убери руку. Дай закончить. Что ты добавишь глупостям, которые уже сказала? Милый мальчик, что ты хочешь знать о таких вещах? Что я уже усталая, как старуха и во всём разочарована? Что-что? Да, разочарована. Я тебя ударю. Разочарована. Я мерзавка, воровка, каналья. Закончу жизнь на помойке. Неправда. Да. Нет? Да. И не успокаивай меня. От этого мне ещё больней. Послушай. Боже, ты же видишь, я теряю мысль, потому что ты всё время меня перебиваешь. Тебе нравятся машины с таким кузовом? Такого цвета? Лина, зачем ты так поступаешь? Хочешь казаться циничной? Но ты же не такая. Ты молодая, умная. Ты не должна сдаваться. Ты должна реагировать. Хочешь, я буду рядом. Помогу тебе. Стоит тебе только захотеть. А если нет... Конечно, Паоло. Я за этим и пришла. Ты хоть и не сразу, но понял. Что? Что понял? Ты же сказал, что хочешь быть со мной рядом. Так идём в кино? Идём? Я даже названия не видел. Что за фильм? Не знаю. Его посоветовал папа. Кажется, он называется... Опасная рука. Да, бабушка? Да, да. Опасная рука. Про воров. Может, не стоило звать на него молодых? Почему? Там голые женщины. Нет, плохое влияние. Кто так ворует? Не умерхи. Что ты ищешь? Сигареты? Да. Нервничал, всё курил. Прости, пойду куплю. Брось. У меня есть. Держи. Ты такой милый. Дарю тебе портсигар. Нет. С какой стати? Я принесла его тебе, чтобы помириться. Подарок пустяковый. Главное, внимание. Он золотой. Нет. Так только кажется. Купила его дёшево. Тихо. Если бы мы так работали, нас бы всех поймали. Да. Что такое? Привет. Заболел? Нет. Уже поздно? Да, разбудил тебя, потому что ухожу. Я спал как убитый. Можно, сеньор Пауло? Входите. Простите, раз уж вас разбудили, возьму лестницу. Берите, сеньора Пальмира. Вам в другую смену? Нет. А что? Вчера вы вернулись поздно. Привет, Пауло. Привет, привет. Завтрак остыл. Всё равно съешь? Конечно. Иди сюда. Клара. Что? Иди сюда, посмотри. Ты видишь? Что это? Там-та-дам, там-та-дам. Красота. Прелесть. Тарим-тарим, там-та-дам. Роскошь. Нравится? Надо же. Пошли, Пауло. Ты ещё не одет? Что происходит? То, что бинго-бинго-бинго-бонго, жизнь прекрасна только в Конго. Смотри, тут надпись. Покажи. Смотри, как выскакивают сигареты. Поздравляю. С чем? Поздравляю. Да с чем же? Я всё понял. Поздравляю. С чем поздравляешь? Тут написано «С моей вечной любовью». Всё ясно. Держи. Пока, детка. Пока. «С моей вечной любовью». Ведите себя хорошо, я ухожу. Слушай, знаешь песню? Бинго-бинго-бинго-бонго, жизнь прекрасна только в Конго. Сегодня вечером её разучим, она славная. Будешь петь её на экзамене в школе. Бинго-бинго-бинго-бонго, хорошо живётся в Конго. Ты видел, который час? Ты куда? Куда? Привет. Привет всем. Что за муха? Укусила шефа. Да? Сказал, у него что-то украли. Что? Откуда я знаю? Это его дела. Чем я могу помочь? Алло. Вы не могли бы позвать синьорину Стропьяни? Это срочно. У нас тут все дела срочные. Прошу вас. Кто звонит? Зовут к телефону синьорину Стропьяни. Стропьяни? Да, к телефону. Не поднимайтесь к ней, позовите с улицы. Она услышит. Спасибо. Да. Спасибо. Алло. 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 Лина? Да. Ты спала? Я тебя разбудил? Это ты. Ты сумасшедший. Я подумала, бог знает что. Да, я сумасшедший. А кто в этом виноват? Слушай, я хотел сказать тебе спасибо. Не увидел сразу самое прекрасное. Что? Что ты не увидел? Это правда? Лина. А? Лина, ты меня слышишь? Что самое прекрасное? Как что? Скажи, это правда? Но я ничего не понимаю. Ничего. Что правда? Ну ладно, скажешь сегодня вечером. Почему не хочешь сказать сейчас? Ты же сделала надпись. Не могу. Не можешь? Какая же ты каналия. Что ты делаешь сегодня утром? Не знаю. Может быть, поеду с папой на вокзал Ость-Янсе. Он уезжает? С чего ты взял? У него просто дела на вокзале. Пока. Пока. Ты говоришь вот так, Лина? А как же я должна говорить? Пока. Пока. В чем дело? Портсигару тебя. Что? Что за шутки? Брось. Я всю ночь из-за этого не спал. Из-за чего? Зачем ты так пошутил? Красовался перед той девицей? Юморист. Я весь гараж перерыл. Что он сделал? Мне было жалко не столько дорогой вещи, сколько любовной надписи. Ее заказала моя жена. Пауло вечно шутит. Вы же знаете. Зачем? Я имею право знать. Пауло? Пауло? Ничего себе шуточки. Добрый вечер. Как дела? Хорошо. Скажи, где ты взяла тот портсигар? Что? Как? Ты его украла. Да ты мерзкая воровка. Украла портсигар у хозяина моего гаража. Я отправлю тебя за решетку. Увидишь небо в клеточку. Нет, не хочу слышать оправданий. Прощай. Ставлю крест. Все. Все кончено. Черт. Эй, позови свою сестру. Моей сестры нет. Я сейчас говорил с ней по телефону. Она уехала. Мы не знаем куда. На вокзал с профессором. Дай две штуки мне, и мы в расчете. Скорый поезд 276 Милан, Болония, Флоренция, Рим прибывает с опозданием на 10 минут. Молодец, что возобновила с ним контакт. Повела его в кино. Повела просто так. Нет, таксист это тоже вариант. В принципе, я, конечно, против. Но, как быть, выдать тебя за буржуа? Сейчас это сонная публика. Читают, думают. Они думают, другие делают. Тебе нравится моя прическа? Ужас. Называется порыв ветра. Безобразие. Доброго пути, профессор. В конце прохода чемодан из свиной кожи. На свиную плохой спрос. Я жду, скорая опаздывает. Доброго пути. Пока, синерина. Те, кто сходят с опоздавшего поезда, спешат, волнуются, отвлекаются. Рассеянность – помощь в нашей работе. Так вот, как я уже сказал, таксист – тоже вариант. И в моей профессии машина могла бы пригодиться. Этого я не скрываю. Нет, это ткань, фибра. Внутри набор путешественника. Старые тапки, пижама, зубная щетка. Кто этого не понимает, пусть женятся. Интересно? Позвольте. Сделать вам подарок, синерина. Берите и вы. Берите. Их можно разбросать там и тут. Даже те, кто их не подбирает, на них оглядываются. Что в пыли густой лежит, то как золото блестит. Вам понятно? Внимание, внимание, на четвертый путь прибывает скорый поезд 276 из Милана. Жди меня у выхода. Ладно. Передам тебе чемодан. Да. А ты передашь фортунату. Хорошо, папа. Спокойно, спокойно. Пока, папа. Пропустите, пропустите. Попустите. Попустите. Сюда, мы возьмем багаж. Автобус ждет выхода с вокзала. Слева. Сюда, дамы и господа, сюда. Скорей, бежим. Простите, вы кого-то ждете? Да, а что? Я тоже. Приехала, а муж не встретил. Придется его искать. Присмотрите, пожалуйста, за моим чемоданом. Спасибо. Нашли мужа? Еще нет. Пропустите. Простите, сеньор. Муж, наверное, ждет у выхода. Вы взяли мой чемодан? Спасибо. Не за что. Спасибо. Пропустите. Видишь, вон бабушка. Бабушка, дорогой, внученька. Сеньора, простите. Возьмите. Спасибо. Спасибо. Вы так любезно несли мой чемодан. Была только надбавка за скорость, как сказала Мимма. И за роскошь. О, боже. Нет, говорю тебе. Поспорим? Нет. Имей в виду, во втором классе не поеду. Заплатишь надбавку за поезд и еще штраф, потратимся, как если бы ехали в поезде люкс. Я спрошу. Если я прав, надаю тебе оплеух. Чемоданчик. Карлето! Что, Валерия? У меня украли чемоданчик. Дура. Где ты его оставила? Здесь. Рядом был мужчина в плаще. С ума сойти. Где он? Держите вора. Я как раз вас искал. Где Лина? Подержите, сынок. Лучше скажу все вам. И не будем больше об этом. Ваша дочь воровка. Я с ней рассчитаюсь. Едем, я спешу. Вы поняли, что я сказал? Да, просим Лину. Убери машину. Она обманет вас, как и меня. Убираю. Она прирожденная преступница. Поехали или возьму другое такси. Поехали. Скорее же. Держите вора. Вы вчера были с нами. Да. Она подарила мне портсигар, но... Едем, едем. Скорее, скорее. Так где же Лина? Туда, туда, направо. Поехали. Скорей. Скорей. Держите вора. Держите вора. Кричи. Держите вора. Можно наконец узнать, где она. Кто? Лина. Как где? Дома. А вы не поняли? Вот ворюга. Сказал мне, что поставил немецкую пружину. Ах, вот что у вас за любовь к чемоданам. Любовь к чужим чемоданам. Преступник и ты, и твоя дочь. Пауло, что ты подумал? Нет, хватит. Клянусь Богом, мы едем в полицию. Я порядочный человек. Что случилось? Вот это удар. Какой кошмар. С ума сойти. Медбрат. Пьетро. Пьетро. Таксист с травмой? Да. Серьезный? Нет. Вы родственница? Да. Везите его на рентген. Исследуйте грудь и руку. Потом верните сюда. Уйди. Пауло, спокойно. Тихо. Не двигайтесь. Не волнуйтесь. Синьорина смелая. Видите? Она смелее, чем вы. Ей не страшно. Умница, синьорина. Пауло, накинь, а то простудишься. Теперь ты довольна? Тебе так плохо, бедный Пауло. У него явно что-то сломано. Уйди. Спокойно. Держись. Боже. Не могу теперь говорить. Не дури. Пусть врач составит отчёт как надо. Что? Счастье, если отделался переломами. Спасибо. Спасибо. В индийском посольстве папа всё уладит. Что? Всё. Что? Пауло, спокойно. Прошу сюда. Красивый аппарат. Не видели таких, синьорина? Нет. Можно? Пожалуйста. Спасибо. Доктор, в этой аварии нам повезло. Повезло. Мой отец случайно был на месте происшествия. Случайно. Не двигайтесь. Держите руки по швам. Свет. О, боже. Красота. Пауло, видел бы ты какой-то смешной. Переломы точно есть. Рёбра сломаны, доктор? Нет, всё обошлось благополучно. Да? Простите, синьорина, простите. Прошу вас. Сломаны все рёбра? Машина индийцев размером с корабль врезалась на дикой скорости в машину Пауло. А та стояла. Что? Папа меня предупредил и помчался в индийское посольство со всеми свидетелями. Нет. Что вы делаете? Ты не поняла? Убирайся. Что тут творится? Успокойтесь. В меня не врезалась машина. Они преступники. Тихо. Он таким не был. Всему виной удар. Напишите так в отчёте. Доктор, пошлите в посольство полицию. Видите? Иначе её отец устроит войну с Индией. Тише. Я ухожу. Ухожу. Синьорина с вами очень терпелива. Куда вы? Мне лучше уйти, раз он так на меня реагирует. Берегите его, доктор. Ладно. Скажите ему, папа всё уладит. Индийцы оплатят ущерб. До свидания. До свидания. Я видел большую машину. Она ехала очень быстро. Откуда? Слева. А такси? Ехала тихо, держалась справа по правилам. Вот он, голос невинности. Я здесь потому, что таксист умолял меня о помощи, пока его не увезли. Синьор консул говорит, что по словам индийского гражданина, виноват был таксист. Прекрасно понимаю, почему. Если бы мы были в Индии, управляли слоном и налетели на другого слона, мы бы решили, что это он на нас налетел и захотели бы, чтобы он оплатил ущерб. Это была бы ошибка восприятия, из-за незнания особенностей транспортного средства. Верно? Синьор консул говорит, что в Индии автомобилей намного больше, чем слонов. В Италии тоже. Но это вопрос психологии. Хочу сообщить его превосходительству, что пострадавший прекрасный парень, который работал много лет, чтобы купить себе долю автомобиля, такси. Он владеет лишь долей машины, и именно эта доля совершенно разбита. У меня вопрос. Что стоит индийскому подданному, владельцу машин размером с вагон поезда, проявить щедрость к нашему бедному парню? Синьор консул готов сейчас же решить проблему, но хотел бы слышать и других свидетелей. Да, конечно. Идемте, дети. Спасибо, синьор консул. Я не сомневался в тысячелетней индийской цивилизации. Господа, встаньте. Идет синьор консул. Добрый день, ваше превосходительство. Это они? Да, самые активные. Вас проводят в итальянский комиссариат полиции. Папа, ну что? Доченька, восточные люди, если они породистые, в сто раз лучше западных. Трогала эту вещь? Нет. Так что? Консул благородный, симпатичный, готов возместить ущерб. А сумма? Я мог назвать любую. Деньги были почти в кармане. Нет света? Брось. Так что? Все было хорошо, но мы пошли в полицию. И что? Свидетели арестовали. Всех. И фортунату. Ничего себе. Но Пауло должен получить деньги. Да. Папа, ты мне обещал. Да, если бы дело пошло, как должно было пойти. Но теперь все идет не так, как надо. Достаточно почитать газеты. Мир с ума сошел. Обещать нельзя уже ничего. Продадим эту штуку. Тут надпись «Собственность радиокомпании». Не купят. Бинго-бонго, бинго-бам. Лучше я останусь там. Чудесный прибор. Вы принесли мне удачу. Я рад, что приношу ее другим, а мне самому пока не везет. Папа, его не купят, потому что если увидят... Отнимут, меня посадят. Насколько? Дадут от шести месяцев до года. Как за карманную кражу? Смотря какая кража. За нее дают от года до шести статьи 624-625, но ты... Что? Не волнуйся. Кто волнуется? У меня нет способностей к кражам. Лучше выйду замуж. Синьор Пауло! Синьор Пауло! Синьор Пауло, вы не видите синьорину? Синьор Пауло! Оставьте. Я рада, что ты поправился. Гоните ее, гоните! Синьор Пауло! Синьора, спросите его, пожалуйста, приходил ли индейцы с посольства и принес ли то, что должен был принести. Я требовала 90 тысяч. Такой ущерб назвали в гараже. И пусть скажет спасибо. Дело уладил мой отец. Слышите ее речи. Гоните ее. Не нервничайте, синьор Пауло. Не спускайте с нее глаз, она способна украсть вас. Вашу мебель. Сейчас я ей задам. Сейчас я ей покажу. Где она? Куда делась? Наверное, ушла. Бедняжка, вы так грубо ее приняли. Вот отлично. А, ты здесь? Да. Что? Не закрывай дверь. Это нехорошо. Квартирная хозяйка подумает бог знает что. Или она привыкла, что к тебе ходят девушки. А балкон лучше закрывать. Оттуда жара и мухи. Ну? Уходи. Что тебе надо? Говори, что тебе надо. Ты сам меня звал. Я. Да, ты. Или так решила я. Неважно, я или ты. Кто-то так решил. Да. Может быть, сегодня мне придется уехать. Да. Возможно, на год. От года до шести. Да. Поэтому я пришла повидаться. Возможно, больше не увидимся. Я рада, что все кончилось хорошо. Благодаря папе я всегда спокойна. Ну что ж. Но. Пока. Да? Что, по-твоему, хорошо? Что хорошо? Знаешь, что сейчас со мной будет, мерзавка? Я разорен. Для меня весь мир рухнул. Такси-то починили. А я сейчас упаду на колени перед шефом. Буду молять, дать мне работать. Дай мне работать. Прошу тебя, заклинаю. Буду платить тебе каждый день, всю жизнь. Вот до чего я дошел. Пауло, ты хочешь сказать, что не получил деньги? Мама, дорогая. Нет. Какие деньги? Кто должен был дать мне деньги? Посол. Он согласился с папой, с полицией, со всеми. Я была уверена. Иначе как бы смотрела тебе в глаза. Ха. Не волнуйся. Я пойду в посольство. У меня там встреча с папой. Нет. Что? Ты никуда не пойдешь, потому что не должна идти. А что касается твоего отца. Я молю Бога, чтобы он мне больше не попадался. Папа говорит тоже про тебя. Не хочет, чтобы я с тобой встречалась. Что? Милый, зачем спорить? Мы спорим, но каждый остается при своем мнении. Дай уйти. Тебе заплатят и точка. Кто мне заплатит? Кто? В аварии виноват я. Я не включил стрелку поворота. Свернул внезапно, влево. Ты сам ничего не знаешь. Первое. Сегодня богатые всегда неправы. Второе. Посол индейц. Откуда он знает, налево можно сворачивать или направо? Откуда знает про стрелки? Зачем тебе морочить ему голову? Индийцы очень симпатичные и делают самые красивые украшения. Слушай, Лина. Ты слишком высокомерный. Хочешь знать больше посла? Черт побери. Да знаешь ли ты... Я знаю, что все твои слова вранье. Только делай, что врешь. Ничего, кроме вранья с того дня, как я тебя встретил. Врала про брата. Про портсигар. Постой, постой. Что постой? Причем тут портсигар? Какая же ты наглячка. Ладно. Ладно, где ты его купила? Я его не покупала. Мне его подарили. Да? Если хочешь, скажу, кто. Да, хочу. Хозяин твоего гаража. Но он искал его. Сходил с ума. Он предложил мне сигарету, и я... Прекрасно помню. Это было в стеклянной комнатке. Как вы там находитесь? Там нечем дышать. Неважно. Дальше. Он шутил со мной. Стал показывать, как действует пружинка, и сигареты сами выскакивают из портсигара. Ну? А потом? Что потом? Хватит. Ты меня бесишь. Любая мелочь с тобой превращается в целую историю. Что сделал тот, что сделал этот. Я была счастлива от мысли, что сделаю тебе подарок. Теперь за это дала бы себе пощечину. Ну? Рядом с тобой невозможно думать. Послушай, дай мне... Дай мне высказаться. А что ты делал всё это время? Что? Ну, говори, говори. О, чёрт. Говори. Что ты делаешь? Мы в ссоре. Перестань. Пользуешься тем, что мне нравятся твои объятия. Я тебя раньше не обнимал. А что ты делаешь сейчас? Лина, что за история с твоим отъездом? Ты сказал это, чтобы меня позлить? Нет, я вполне могу уехать. Зачем? Как? Куда? Возможно, сегодня вечером. Но надеюсь, что нет. Как это возможно? И ты даже не знаешь, надолго ли... Это зависит не от меня. Решаю не я. То есть? Посмотрим, как пойдёт дело. Лина, дело идёт вот как. И не будем больше об этом. Согласна. Пауло. Пауло, Пауло! Пришёл парень из гаража! Синьор Пауло, можно? Да-да, конечно. Там парень из гаража. Я сказала, ты сейчас выйдешь. Я понял. Я верю в знаки судьбы. Я думаю, что хозяин гаража решил всё же... Ты вернул мне машину? Вы видели? Видели? Я могу снова работать. Я сейчас спущусь. Хорошо, хорошо. Да, скажи ему... Что и у меня есть для него хорошая новость. Я сейчас спущусь. Ты слышала? Да. Я надел на твой палец кольцо... И меня вызвал хозяин. Знаешь, что это значит? Что сегодня? Всё начнём сначала. Согласна. Сначала. Где мои ключи? Я положила их тебе в карман. Спасибо. Проводишь? До дверей. Почему? Ты сказал, всё сначала. До свидания, сеньора. До свидания, сеньор Пауло. Смотри, что с этой машиной. Никогда такое не видел. Как географическая карта. А вот и я. Видишь, какой шедевр. Доведу ремонт до конца. Что? Тебя хозяин зовёт. У него для тебя сюрприз. Идём. Чёрт. Добрый день. Привет. Они принесли тебе деньги? Нет, хотят получить их с тебя. Как? Да, и срочно. Что за шутки? Ты их не так понял? Мне сказали, что деньги принесут они. Был разговор с послом. Он обещал сто тысяч лир. Пауло, ты что, дурак? Ты должен заплатить деньги. Ты. Деньги. Проклятие. Что происходит? А я-то ей поверил. Мерзавка. Уймись, Пауло. Если будешь беситься, тебя скрутят. Успокойся, не дёргайся. Успокойся, говорю. Пауло. Идём? Ну, что? Ничего, ты сказала в пять. Уже пять тридцать. Она права. Она теперь наш босс. Ты организуешь, командуешь, решаешь. Но идея-то моя. Поэтому я организую, командую и решаю. Не нравится, до свидания. И договоримся, я возьму не треть. Что? Возьму половину. Ты не мог надеть носки и сменить рубашку? Зачем? Так вы там будете бросаться в глаза. Папа прав. Вы не умеете работать. Пошли. Не тащитесь за мной по пятам. Держитесь подальше. Лина. Пока, папа. Лина. Лина. Я всегда поступала по-своему. Скажи своим друзьям, пусть отойдут. Что ты хочешь? Отойдите. Это ненадолго. Сейчас вернусь. Ладно. Ладно. Добрый день. Добрый день. Что? У тебя есть 200 лир? Так вот, в чем дело. Где два коктейля? Вот. Это тебе на пользу. Странно. Спрашиваешь у меня разрешение пойти в кино, но не спросила разрешение угнать машину. С чего ты взял, что я иду угонять машину? Мне пора пока. Лина. Что? Иди сюда. Куда вы? На 53-й. Нет. Карманные кражи в автобусе? Легкое, но мерзкое дело. С этими двумя? Да. Брось, Лина. В автобусах сейчас ездят порядочные люди. Трудящиеся. Рискуешь даже обокрасть пенсионера. Мне нужны деньги, ты же знаешь. Сто тысяч лир. Ты говорила девяносто. То же самое. Да? Они нужны сегодня. Ты обещал, я ему сказала, что ты получил деньги с посла. Он тебе поверил? Он такой... доверчивый. Так он просто кретин. Отличный выбор. Кто его выбирал? Но разве мы можем дать ему умереть от горя? Нет. Успокойся. Я долго живу и не знаю никого, кто умер бы от горя. Это забавно. Но, пожалуй, страдания даже продлевают жизнь. Этот вопрос глубоко не изучали, но не помешало бы. Значит, 53-й. Да. Район Париоли. Если правильно выбрать, хватит одного бумажника. Да. Всё так серьёзно? Да, папа. Ты пойдёшь. Со мной. Папа. Переоденусь. Да. Лина! Мне очень жаль, но всё отменяется. Пока. Чёрт! Мы зря сюда тащились. Постой. Мы не дадим этим двоим мешать нас с дерьмом. Пошли. Надо же. Надел ей кольцо. Дурак. Идиот, кретин, осёл. Да. Остолок, болван, дурак. Раскрыл рот и слушал её речи. Но всё, хватит об этом. Это бесполезно. Всё. До свидания. Прощай, всё кончено и точка. И хватит об этом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, он взял бумажник! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Можно поступить свободно? По заявлению «Да, легко». Как ты ничего не заметил? Ну? Осторожнее с пирожными. Смотри, Пауло. Прощай, Пауло. Моё почтение, синьорина. Целую ручки. Помните, у меня хотели угнать машину? Я поймал всех четверых воров. Это же твоя невеста. Какая невеста? Пошли в полицию. Не то таксисты спустят с вас шкуру. Сейчас же идём. Идёмте с ними. Идёмте. А пенсия есть? Какое там? Для пенсии малые 30 лет службы. Да, и мне. Почему? Так лучше. Осторожно, разбитая ступенька. Синьора, тут разбитая ступенька. Спасибо. Но у вас есть преимущества. Ночь, тишина, уединение. Странно, что я об этом не думал. Я ведь был военным. Тяжело уже ходить по лестницам. И не говорите. Пирожные с кремом, а ты их давил. Отдам их теперь собакам. Нет, я нёс их вот так. Скажите всё комиссару. Что у вас? Хотим подать заявление. Секунду, всё по порядку. Мы должны поговорить с комиссаром, которому затем подадим заявление. Доложите о нас. Скажите, пришёл профессор Стропьяни с друзьями. Комиссар занят. Нужно подождать. Садитесь. Садитесь. Прошу вас, синьора. Комиссар вызвал вас по делу Рускони. Идите скорее. И смотрите в оба. Ясно? Так точно. Но оформите всё сами. Вам придётся ждать. Простите. Я не очень понял, что произошло. На кого заявлять? Вот именно, дружище. Лично мне кажется, произошло досадное недоразумение. И больше ничего. Не слушайте его. Он вор. Ворует с помощью своей дочери. Какая мерзость. Отец использует дочь, чтобы дурить растяб. Вроде меня. И вроде вас. Что? Да. А эти двое, их дружки, работают посменно. Но как же так? Успокойся. Молчи, а то в морду дам. Спокойно. Если бы мы все были одного мнения, не оказались бы здесь. Я принёс кофе. Спокойно. Капучино, прошу вас. Для кого? Не знаю. Ничего, оставьте. Закажем что-нибудь ещё. Синьора, что хотите? Апельсиновый сок. Мне ликёр из ревеня. Вам? Крем, соду и пиво. Два апельсиновых, ликёр из ревеня, пиво, крем, сода. Лина, кофе? Да, папа. А вам? Кофе, кофе, кофе. Мне тоже. Четыре кофе. Этот уже остыл, но мы выпьем. Ещё четыре кофе. Держите. Спасибо. Так вот, естественно, у каждого своё мнение. Это по-человечески. Но здесь говорили о краже. Возникает вопрос. Куи продаст? Кому выгодно? Сколько денег в вашем бумажнике? Что? Скажи. 120 тысяч лир и банковские чеки примерно на миллион. К счастью, именные. Почему к счастью? По ним тоже можно получить деньги. Тоже добыча. Что? Их бы вы тоже потеряли. Есть молодые особы, которым 100, даже 90 тысяч помогли бы решить их проблемы. На что вы намекаете? Я знаю, вам нужны 90 тысяч, а в бумажнике было 120 тысяч. Вы поняли, куда он метит? Намекает, что вор я. Знаете, какая у них система? Девица охмуряет лоха. Тот думает, что завоевал её, а сообщник тем временем. Раз и всё. Вы вторично оскорбили моего мужа. Вторично, да. Слышал? И не отвечаешь? Значит, всё правда? Но я... Жалкий трус. В твоём возрасте. Синьорина, скажите, разве я что-то плохое себе позволил? Я на вас даже не смотрел. Подтвердите. Синьорина, скажите, что всё не так. И меня это не удивляет. Я столько лет его терплю. Всё, хватит. Эльза, не будь смешной. Не прикасайся ко мне. Синьора. Чёрт. Постой, сынок, попробуй понять. Синьора, я старше вас. Вяжусь вам в отцы. Или в старшие братья. Послушайте меня. Зачем верить ложным обвинениям? Да. Подумайте. Мы с вашим мужем в одинаковом положении. Нас обвиняют. Его в безнравственности. Меня в краже. Нас обвиняет тот, кто не способен на два действия. Думать и ждать. Он не задал себе вопрос, что если и я причастен к этому делу. Может быть, во всех этих превратностях судьбы, настигающей порой человека. Но хватит. О превратностях расскажете комиссару полиции. Ты ничего не понял. Поставь чашку. Не спешите, синьорина. Поступайте, как я. Зачем вы сравнили себя с этим извергом? Я живу с ним как в аду. Я вышла за него в 18 лет. Я была цветок. Нежный, как цветок. Верю. Ваш апельсиновый сок. Да. Эль, запрошу тебя. Не смеши людей. Я? А вы? Что вы выдумываете? Чего хотите? Я? Вы? Как? Ты не поняла? Вся история трюк этого парня. Он хочет свалить с себя вину. А вор – это он. Я? Бумажник держал в руках он. Он. Так это же я поднял тревогу. Я поймал воров с поличным. Ну да, конечно. Оставьте меня. На кого писать заявление? Вот именно. Трудно достичь согласия. Вы заказали ликёр? Да, спасибо. Правильно, Лина. Вам пиво и крем, сода. Берите сами, или нужен официант. Мне апельсиновый сок. Тихо. Что происходит? Ничего. Мы ждём приёма у комиссара. Перед нами сеньора. Если комиссар занят, мы придём завтра. Так дело не срочное? Комиссар как раз уходит. Срочное. Очень срочное. Я заказывал капучино. Добрый день. Капучино нет. Есть апельсиновый сок. Я профессор Стропьяни. Здесь вам не бар. Кто вы? Зачем вы здесь? Их привёл я подать заявление о краже в автобусе. Номер 53 до Париоли. На кого заявляете? Кто вор? Это не ясно. Нет, абсолютно ясно. Кто вы? Мы знакомы? Мне кажется, да. Документы? Он на меня давил, но я совсем ничего не видел. Я звал полицию. Я? Говорить будете на допросе. А они кто? Тоже воры? Да, те двое тоже воры. Месяц назад хотели угнать мою машину. Не ври. И вообще, кто ты такой? Тоже мне. Тихо. А они кто? Мы таксисты. Да, сеньор комиссар. Они тут при чём? Сеньор комиссар, они друзья моего жениха. Да. А вы? Моя дочь, Лина. Спасибо. Итак. Пауло, будь умницей. То есть? Объясни комиссару, зачем мы здесь. Недоразумение. Досадное недоразумение. Сахар? Спасибо. Молодой человек запутался. Нет, папа. Пауло знает, что говорит. Я всё знаю. Прекрасно знаю. Вы тот, кого обокрали? Нет, обокрали меня. Так что хотите вы? Я видел кражу. Выполняю свой долг. Тут ещё двое. Из-за машины. Я знаю одно. Бумажник я видел в его руке. Я его взял, чтобы вернуть владельцу. Это правда. Он сразу отдал бумажник. Это видели все. Поступок честного человека. Ведь в бумажнике было много денег. А Пауло должен был найти за день 90 тысяч лир, чтобы заплатить за ремонт машины. Верно? Он поступил честно. Невероятно честно. Я бы на его месте взяла деньги себе. Прекрасно. Так на кого заявляете? Ну... Пауло говорит, что хочет заявить на всех. Как? Но главное на меня. Считает, что я должна сесть в тюрьму. Он сдурел? Как так? Какой абсурд. Свидетели, вы и вы говорите. Я пойду. Простите, сеньор комиссар, я ничего не видел. А я разве видел? Нет, ребята, постойте. Меня в автобусе не было. Я ни при чём. Какой сложный случай. Их я позвал, как свидетелей угона машины. В прошлом. Милый, свидетели твоего прошлого мы. Он самый добрый и самый честный человек. Это доказывает его поступок в автобусе. Скажите спасибо, дайте вознаграждение. Не знаю, сколько. Дать ему? Да. 10%? Да. Таков закон. Конечно, конечно. Да, если воровка я. Она воровка? Не слушайте её. Я же сказал, что видел своими глазами... Тихо, продолжайте. Если воровка я, как говорит Пауло, он получит вознаграждение, а я буду рада сесть в тюрьму. Какая там тюрьма? Сколько дают за такую кражу, комиссар? Могут дать до шести лет. Слышал, Пауло? Я долго буду под замком. Можешь жить спокойно. Что вы, сеньорина? Пауло молчит. Бессердечный. Детский лепет. Подведём итоги. Вы сказали, что воровка сеньорина. Нет, я сказал, что... Значит, она не воровка. Хорошо. Она сказала, что вор не вы. В это можно верить. Почему? У воров совсем другие лица. Кто Сильвестрелли Пауло? Я что? Пройдите сюда на минуту. Идите. Наконец, можете наговориться вдоволь. Идите, идите. Сеньорина, не бойтесь. Не бойтесь, он в хороших руках. Итак, он не вор. Сеньорина тоже. Это немыслимо. Вы, как мы знаем, свидетели. Да. Он ночной полицейский. Кто же воры? Он? Брось эту штуку. Сеньор комиссар. Тише. Эти двое? Я их вообще не видел. Так кто же? Он пострадавший. Вы его жена. Ну? Так кто же? Кто? Вор? Недоразумение. Зря тратили ваше драгоценное время. Какая невоспитанность. И зачем говорить о краже, если бумажник снова у вас? Правда, сеньора? Подтвердите. Я не говорю. Поговорим дома. Идемте отсюда. Здесь нечем дышать. Идемте, сеньорина. Идемте. Прошу вас. Спасибо. Давайте закончим дело. Какое? Дайте 10%. Не смешите меня. Закон не смешен, мой дорогой. Он это поймет. Не сомневайтесь. Да? А оплата за напитки? Запишите насчет комиссара. Вас арестовали в Прате во время оккупации союзников. Да вы что, какой черный рынок? В протоколе Сильвестрелли Пьетро, а я Пауло. Я был тогда в другом месте. Сильвестрелли Пауло. Ездил на грузовике. Возили контрабанду. Нет, возил картошку. Карабинером. Причем тут картошка, карабинеры. Возил картошку карабинером для еды. Сильвестрелли Пауло в списках нет. Ну вот, иди. У таких, как ты, всегда наготове оправдания. Но все равно оказываетесь в полиции. 580 лир. А тебе что надо? Черт побери. Хоть головой о стену бейся. Ну надо же. Пауло, тебя отпустили? Я рада. Иди сюда. Я должен надавать тебе оплюх. Давай. Что хотите. Сколько стоит ваш лук? 55 лир. Слишком дорого. Извините. Пошли. Я должен надавать тебе пощечин. Ясно. Скорей на нас смотрят. Черт. Эй, как не стыдно. Я говорила. Сегодня уже ничему не удивляешься. Но это слишком. Не лезьте. Вам какое дело. Мой муж делает, что хочет, не спрашивая вас. Мне казалось. Не верьте тому, что кажется. Безумие. Ты испугался? Его? Я? Его? Ведь мой муж не спрашивает, что вы делаете со своей женой. Хватит. Молчи. Ладно. А то ты бог знает, что думаешь. Я? Ты. Ты дашь мне пощечину или нет? Ну, я заслужила. Назвала меня мужем? Да. Я твой муж? Да. Да? Молодец. Наконец-то. Они с ума сошли. Уйдите. Парень, что ты делаешь? Уйди, а то конфискую фотоаппарат. Синьора, проходите. Не стойте здесь. Проходите. Не толпитесь. Проходите же. Надо же. Сколько времени они целуются? 53 секунды. Это точно. Конец фильма. На русский язык фильм озвучен по заказу компании Интерконтент. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»!